Сегодня мы продолжаем с вами беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Какое чудо убедило дочь фараона взять ребенка Моисея из корзинки? И давайте вспомним, что мать Моисея не могла долго прятать его у себя в доме. Она изготовила корзинку, в нее положила младенца и пустила по водам Нила. А сестра Моисея, где-то совсем юная, может быть, семилетняя или восьмилетняя, Мариам бежала по берегу и смотрела, куда течение и ветер несет эту корзинку. И что мы находим в Священном Писании? Это книга «Исход», 2 глава, 5 и 6 стих. Корзинка подплывает к берегу, и, возможно, речной камыш останавливает ее движение. И мы читаем. «И вышла дочь фараонова на реку Мыца». Но здесь все очень непонятно, что это значит, что она вышла на реку Мыца. Сохранились описания дворцов Древнего Египта. Археологи раскопали многие дворцы Древнего Египта. Там были прекрасные бассейны, чудесные ванны для того, чтобы члены дома фараона могли бы гедонистически наслаждаться жизнью. Почему же она отправляется, дочь фараона, то есть царевна Египта, на реку Мыца? Это не очень понятно. Разумным объяснением будет то, что она была больна. Есть предание, что она была больна проказой. И она ходила на реку не просто Мыца, а омываться, совершать ритуальное омовение в священной реке Нил. Для язычников-египтян Нил – это священная река. В их понимании она как бы струилась в нескольких измерениях, не только в этом земном мире, но и в мире богов. И она приходит с этой проблемой регулярно, чтобы мыться, то есть совершать омовение. Возможно, что мать Моисея подгадала вот это время, потому что наверняка она регулярно приходила совершать омовение, чтобы отпустить корзинку. Тем более под присмотром сестры Моисея Мариам. «И вышла дочь фараонова на реку Мыца, а прислужницы ее ходили по берегу реки». Ну, немножко непонятно, зачем они ходили по берегу реки, что они искали. Что они искали. Возможно, речь идет о том, что в какой-то момент принцесса вышла из их поля зрения. И они начинают ходить по берегу реки, чтобы обнаружить ее. А она могла выйти из их поля зрения, углубившись между камышами к предмету, который заставил ее обратить на него внимание. Вот это плывущая корзина, откуда мог раздаваться и плачь младенца Моисея. И мы читаем далее именно так. Она, то есть дочь фараонова, увидела корзинку среди тростника. Тростник остановил движение этой корзинки по течению и послала рабыню свою взять ее. Но, что интересно, далее не говорится, что рабыня подала корзину. Это считается ремезом или намеком, что чудесным образом течение двинуло эту корзинку навстречу принцессе. Несмотря на камыш, потому что, далее говорится, открыла, то есть она открывает эту корзинку и увидела младенца. Увидела младенца. Ну, казалось бы, все понятно. Но дальше все совсем непонятно. И вот дитя плачет, дитя, по-еврейски наар, отрок, это не младенец. Что же произошло? Сначала произошло чудо, что корзинка приблизилась к ней. Потом она увидела младенца. И вот дитя, то есть наар, отрок, плачет. Он как-то по-взрослому плакал, так как младенцы не плачут. И это, конечно, удивило ее. Вот это обстоятельство, что здесь пропадает слово младенец, появляется слово наар, которое означает отрок. Это тоже ремез. Намек, который пытается нам объяснить, почему принцесса Египта взяла этого ребенка во дворец и заботилась о нем как родная мать. Предание устанавливает, что в этот самый момент с нее сходит проказа. Потому что, чтобы преодолеть брезгливость египтян перед какими-то ибру, кочевыми людьми, ибру называли тех, которые кочевали между Миспотамией и Египта, должно действительно было произойти не одно чудо. и сжалилась над ним и сказала, это из еврейских детей. Но кто-то спросит, как она догадалась. Возможно, что младенец был завернут в талос. Ну и, конечно же, обрезание. Хотя обрезание, оно практиковалось и у египтян. Но, собственно говоря, я думаю, ряд вот этих чудесных обстоятельств и чудо ее исцеления открывают ей тайну, что этот младенец приносит ей особое благословение от Бога. И теперь она должна будет заботиться о нем. И эта женщина действительно стала для Моисея как мать. И ее имя сохраняется в истории. И в некоторых традициях религиозных считается, что она даже претерпела мученичество, защищая Моисея. Есть как бы разные легенды, сказания. Но в любом случае вот такая перемена в характере египетской принцессы могла произойти не без чуда Божия. Поэтому здесь было не одно чудо, а несколько, которые убедили дочь фараона взять ребенка Моисея из корзины. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok